Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. 45-летний юбилей отметила Общеобразовательная школа номер 3 во вторник, 20 октября. Накануне выборов сотрудники правоохранительных органов напоминают об ответственности за нарушение избирательного процесса. Одесский апелляционный административный суд принял решение по иску одного из кандидатов на пост городского головы к телерадиокомпании ИТ-3. В преддверии зимы дорожники ремонтируют улицы города, проезжую часть и тротуарные дорожки. В Музее изобразительных искусств меня Александра Белого открылась выставка картин ильичевского художника Сергея Белинского под оригинальным названием «Еще не стар». А в этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global City.net. 100 тисяч правоохоронців охоронятимуть вибори. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на засіданні колегії МВС. До гарантування правопорядку залучать 73 тисячі правоохоронців міліції, понад півтори тисячі працівників патрульної поліції, 4 тисячі курсантів, 8 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, прикордонників та рятувальників. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію міжнародних офіційних спостерігачів на місцеві вибори. 25 жовтня у день голосування в Україні працюватимуть понад півтори тисячі спостерігачів від 14 іноземних держав і 14 міжнародних організацій. Найбільше від бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Європейської мережі організації ді спостереження за виборами, Українського конгресового комітету Америки та від Ради Європи. Із виданих торік Євросоюзу майже 2,5 мільйонів офіційних дозволів на проживання найбільше отримали українці. Про це йдеться в повідомленні Європейського статистичного відомства. Нашим співвітчизникам було надано понад 300 тисяч дозволів на проживання в країнах ЄС. Далі йдуть американці – майже 200 тисяч, та китайці – 170 тисяч. Українці отримували дозволи переважно на основі працевлаштування – 68% від загальної кількості. Як зазначається, найбільше дозволів на проживання українців із держав ЄС видала Польща – 247 тисяч. Уже в першому півріччі цього року загальна кількість українців, що знайшли роботу в Польщі, перевищила 411 тисяч людей. Опозиційна ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Уперше за майже 10 років перемогу не здобула консервативна партія. Прем'єр-міністром країни замість Стівена Харпера став 43-річний Джастін Трюдо. Ліберальна партія хоче знизити податки для середнього класу і підвищити їх для найбагатіших канадців. А для українців партія Трюдо нещодавно пообіцяла скасування віз. Міністерство інфраструктури та місцева влада мають провести перевірку та ліцензування причалів у Одеській області. Про це у вівторок під час брифінгу заявив віце-прем'єр міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, попередні огляди перевірка засвідчили, що їх стан вкрай незадовільний. Урядовець наголосив, що питанням безпеки на морському та річковому транспорті останнім часом приділялося недостатньо уваги. 17 жовтня в Чорному морі поблизу селища Затока на Одесьчині зазнав аварії прогулянковий катер «Іволга». Загинуло 16 людей. Врятувати вдалося 22. Капітана судна затримано. 20 октября 45-летний юбилей отметила Общообразовательная школа номер 3. Сейчас в учебном заведении трудится дружний педагогический коллектив, который обучает и воспитывает почти 700 учеников. День рождения родной школы ее воспитанники и сотрудники отметили праздничным концертом. Каждый день 11-класник Виталий Басов, как и еще 700 учеников 3-й школы, переступает порог родной альмаматор. Я хожу уже сюда 11 лет, и мне каким-то странным образом до сих пор не надоело ходить, потому что здесь я общаюсь с своими учителями, друзьями. У меня уже как бы это вошло в образ жизни постоянный. Ну, мне просто нравится. В Ильичевске 12 школ, у каждой своя история и особенности. Главной ценностью третьей школы ее воспитанники считают коллектив. Она очень такая большая, что ли, я не знаю. Ну, здесь классные люди. Тут, наверное, в учителях дело больше и в учениках. Ученики дарят своей школе самые добрые и теплые слова пожеланий. Я бы хотел пожелать школе, чтобы она еще 45 лет стояла, чтобы были такие же прекрасные учителя, которые тут преподают, чтобы были такие же классные ученики, как мы. И всего самого-самого наилучшего. У меня здесь талантливые учителя и хорошие друзья. Я бы хотел пожелать своей школе, чтобы она всегда осталась такая загадочная и веселая. Третья школа известна тем, что многие ее выпускники возвращаются в учебное заведение педагогами. Здесь трудится пять учительских династий. С гордостью говорит о коллективе школы ее руководитель Наталья Антонюк. Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 45-летний юбилей нашей школы. В нашей школе обучаются 700 ребят. Коллектив составляет 74 человека, из них 47 педагогов творческих, неравнодушных, которые вот и создали вот этот необычный дом, нашу школьную семью, зажгли очаг, который и согревает, и объединяет детские души, и учительские сердца. В честь юбилейного дня рождения родной школы ее ученики вместе с учителями нарядили именинницу и подготовили праздничный концерт. До выборов в местные органы самоуправления осталось меньше недели. В преддверии предстоящего голосования сотрудники прокуратуры напоминают об ответственности за нарушение избирательного процесса. Избирательная кампания в самом разгаре. Накануне предстоящего голосования сотрудники правоохранительных органов регулярно ведут работу по выявлению нарушений избирательного законодательства. Например, воспрепятствование осуществлению избирательного права, предоставление неправдивых сведений, голосование неоднократное на разных участках, подкуп избирателей. Кстати, хочу сказать, что в Белгород-Днестровском районе, эта информация имеется уже на сайте прокуратуры Одесской области, три человека привлечены за подкуп избирателей. Такие факты уже на сегодняшний день имеют место, зарегистрированы уголовные производства, и лица уже привлекаются к уголовной ответственности. Кроме того, хочу напомнить, в том числе и жителям города Ильчевска, которые в свое время, участвуя в выборах, были привлечены к уголовной ответственности за нарушение тоже избирательных норм. В частности, голосовали в нескольких местах, неоднократно. Эти все случаи, для того, чтобы избиратели понимали, они все выявляются, потому что бюллетени номерные, каждый гражданин, хоть он фамилию свою отрывает, но потом с теми списками, которые остаются в территориальных избирательных комиссиях, в архиве хранятся определенное время, сопоставляются, и можно человека уличить в нарушении этих норм. На сегодняшний день в Величевскую городскую избирательную комиссию уже поступило несколько заявлений о нарушении избирательного законодательства на территории города. Сотрудники прокуратуры города еще раз обращают внимание и участников избирательного процесса на то, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. В Кодексе Украины об админправонарушениях предусмотрено 14 статей, которые предусматривают ответственность за нарушение этого законодательства. В частности, санкции статей, для того, чтобы не конкретизировать каждую статью в отдельности, предусматривают наказание от 10 до 200 необлагаемых минимум доходов граждан, что составляет от 170 до 3400 гривен штрафа. Также предусмотрена более суровая ответственность Уголовным кодексам, 7 статей Уголовного кодекса от 157 до 160, чтобы некоторых не смущало, потому что есть со значком 1, 158, со значком 2, 158 статья, 159 со значком 1. И в общем-то 7 статей законодатель дополнил еще, усугубил ответственность за нарушение выборного законодательства. И она в Уголовном кодексе предусматривает наказание, как в виде штрафа, штрафы здесь тоже более серьезные, от 100 до 300 необлагаемых минимум доходов граждан, что составляет от 1700 до 3400 гривен, а также ограничение свободы до 3 лет, и максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом, до 10 лет лишения свободы. Выборы в местные органы власти запланированы на воскресенье 25 октября. И для того, чтобы они прошли в нашем городе спокойно, правоохранительные органы уже сегодня предпринимают все должные меры. В ходе предвыборной кампании Ильичевское телевидение оказалось фигурантом нескольких судебных разбирательств. 16 октября кандидат на пост городского головы Василий Гуляев подал иск на действия телерадиокампании. После рассмотрения дела Одесским апелляционным административным судом был вынесен вердикт отказать заявителю в полном объеме. В понедельник, 19 октября, телерадиокампания Ильичевское телевидение 3 получила решение Одесского апелляционного административного суда по апелляции кандидата на пост Ильичевского городского головы Василия Гуляева на решение Ильичевского городского суда. Вот это решение Ильичевского городского суда. 17 жовтня 2015 года Ильичевский межский суд Одесской области, разглянувши у открытом судовом заседании в зале Ильичевского межского суда Одесской области административный позов кандидата на посаду Ильичевского межского головы Гуляева Василия Александровича до товариства з обмеженою відповідальністю телерадиокомпанії Ильичевское телебачення 3 про визнання незаконними дій та бездіяльності зобов'язання надати ефірний час та усунення порушень законодавства про вибори ухвалив провадження у справі за адміністративним позовом кандидата на посаду Ильичевского межского головы Гуляева Василия Александровича до товариства з обмеженою відповідальністю телерадиокомпанії Ильичевское телебачення 3 про визнание незаконного медиа бездияльности, зобовьязание на дате эфирный час и усунение поручений законодательства про выборы, закрите. Ухвала может быть оскаржена в апелляционном порядке у двуденный строк с дня ее проголошения до Одесского апелляционного административного суду шляхом подачи апелляционной скарги через Ильичевский суд Одесской области. В свою очередь, Одесский апелляционный административный суд, разглянувши у открытого судового заседания в Одессе административную справу за апелляционную скаргу кандидата на посаду Ильичевского міського голови Гуляєва Василя Олександровича на ухвалу Ильичевского міського суду Одесской области 18 жовтня 2015 року по справе за позовом кандидата на посаду Ильичевского міського голови Гуляєва Василя Олександровича до товариства за обмеженою відповідальністю телерадиокомпанії «Ільичевське телебачення-3» про визнание незаконними дій та бездияльности, зобовьязання надати ефирный час та усунення порушень законодательства про выборы, постановив на ухвалу Ильичевского міського голови Гуляєва Василя Олександровича задовольнити частково ухвалу Ильичевского міського суду Одеської області від 17 жовтня 2015 року скасувати прийняти нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог кандидата на посаду Ильичевского міського голови Гуляєва Василя Олександровича до товариства за обмеженою відповідальністю телерадиокомпанії «Ільичевське телебачення-3» про визнання незаконними дій та бездіяльності з обов'язання надати ефірний час та усунень порушень законодавства про вибори відмовити у повному обсязі стягнути з кандидата на посаду Ільичевського міського голови Гуляєва Василя Олександровича на користь державного бюджету України судовий збір у розмірі 1378 гривень Таким образом, суд подтвердил, що действия нашій телерадиокомпанії були правильними, а претензії кандидата на пост Ільичевського міського голови Василя Гуляєва к ТРК ІТ-3 були безпочвенними і надуманними. Наши телезрители могут убедиться в этом, видя на канале ИТ-3 всю палитру политических сил нашего города. Мы благодарим горожан за поддержку, которую они оказали нам в этот сложный период избирательного процесса. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в среду в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с ремонтными работами в среду 21 октября с 8 часов 30 минут до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по адресу улица Данченко-3В, а также находящихся по этому адресу в магазине «Виртус», кафе «Корчма», офисе ФЛП «АЛА», наружное освещение. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за временные неудобства. Пока позволяет погода, сотрудники предприятия «Автодор» спешат выполнить ремонт дорог Ильичевского городского совета. Также дорожники произвели текущий капитальный ремонт тротуаров на улицах города. В течение октября сотрудники предприятия «Автодор» выполнили ряд работ по благоустройству города. Так, силами Ильичевских дорожников были отремонтированы три тротуарные дорожки по улице Ленина. На сегодняшний день близится к завершению работы еще на нескольких участках. Было произведено больше 200 квадратных метров ремонта тротуара по улице Александрийской, более 600 квадратных метров тротуара. По Герою Саленграда была правая сторона уложена асфальт, больше 1000 квадрат, по левую сторону больше 1000 квадратов был уложен тротуарной плиткой. Также по улице Парковой частичный капитальный ремонт тротуара. Одновременно Ильичевские дорожники спешат завершить ремонт и на других объектах Ильичевского городского совета. Производятся еще работы в селах Александровка, Малая долина, также в асфальте есть улицы, также в переходном покрете, это щебеночная смесь. В селе Бурла-Чебалка была сделана Приморская улица, частичный ямочный ремонт, хотя эта улица не находится на балансе города. Осталась еще одна улица в Александровке, отсыпка щебеночной смеси и также в Малой долине. Все эти работы проводятся в рамках подготовки города к ближайшей зиме. До первых морозов дорожники также спешат запастись песчано-соряной смесью. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 12 по 19 октября спасатели выезжали на 6 вызовов, один вызов оказался ложным. Во вторник, 13 октября в 14 часов 27 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение, что по адресу улица Парковая, 52 нужно помочь открыть двери. На место вызова была направлена автолестница. Через окно на 7 этаже спасатели попали в квартиру и открыли двери. В среду, 14 октября в 6 часов 45 минут пожарные выезжали по адресу бульвар Гайдара, 1, где произошло короткое замыкание электропроводки в подъезде на 6 этаже. В пятницу, 16 октября в 23 часа 39 минут на пункт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Александровка на улице Победы. Легковой автомобиль наехал на металлический забор, в результате чего был пробит бензопак и вытекало топливо, прибыв на место спасателей смыли топливо с проезжей части. В субботу, 18 октября в 0 часов 31 минуту поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Александровка на улице Судоремонтной. На место вызова было направлено одно отделение городской пожарной части, одно Ильичевского судоремонтного завода. На месте происшествия открытого огня выявлено не было. Спасатели разобрали перестенок в доме и работали на его охлаждение. В этот же день в 19 часов 40 минут пожарные выезжали по адресу улицы Гайдара, 14, где тушили мусор на открытой территории. В музее изобразительных искусств имени Александра Белого открылась выставка картин под оригинальным названием «Еще не стар». Впервые свои работы на суд зрителей представил Ильичевский художник Сергей Белинский. В минувшую пятницу в музее изобразительных искусств имени Александра Белого прошло открытие выставки талантливого Ильичевского художника Сергея Белинского. Экспозиция под оригинальным названием «Еще не стар» состоит из нескольких десятков картин. Вот здесь представлены, конечно, я буду говорить не все работы, а работы, которые я смог найти в данное время, потому что я в данное время нахожусь не в Ильичевске. И за короткий период вот я нашел эти работы. Название выставки «Еще не стар» было выбрано не случайно. Оно само, полностью само за себя говорит. Вообще это название я придумал еще лет пять назад. Ну и как бы вот подошло, наверное, оно именно вот сегодня и получается. Но я же, наверное, еще не стар, есть время подумать и поработать. И как бы еще не звезда, наверное. Работы Сергея Белинского отражают душевные переживания и большой жизненный опыт. Он создает свой живописный внутренний мир, тесно переплетающийся с внешним. Он поражает нас безграничиваем фантазии, а также психологичных реалий и выхождением за рамки обычного искусства, которое мы можем видеть каждый день. Но тем не менее, выставка является переработкой также различных моментов жизни самого художника, которые были либо радостными, либо грустными. Некоторые картины Ильичевского художника имеют особую смысловую нагрузку. Такие картины, как «Сон Льва Толстого», представляют некую психологическую метаморфозу пустоты человеческой жизни и сущности, что является довольно редким в нынешнее время. Данная выставка могла бы быть интересной как детям, в принципе, как знакомству с чем-то новым, так и школьникам, юношам, девушкам, которые приобщаются к современности, также к различным видам культуры, как художественной, так и другой, не только для общего развития, но, возможно, для нахождения чего-то своего. Выставка художника Сергея Белинского «Еще не стар» будет экспонироваться в Музее изобретенных искусств имени Александра Белого до середины ноября. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok